Завершается очередной праздничный год. Год, прошедший по знаком тысячестолетия принятия ислама нашими предками. Волжской Булгарии. Значение этого исторического события переоценить сложно и в духовной, экономической, политической сфере. Важность исторической даты была подчеркнута указом Владимира Путина, праздник приобрел федеральный статус. И новое звучание на фоне нынешних исторических переломных моментов, когда с новой силой зазвучала тема защиты традиционных ценностей, не только как основы моральных принципов и фундамента здоровых отношений в обществе, но и как системы образующих понятий, заложенных и в основах, кстати, Конституции нашей страны. На этой неделе в Москве были подведены итоги этого особого года, года празднования тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии. Татьяна Тимошенко о культурном, политическом и экономическом эффекте празднования Великой Даты. В колонном зале Дома Союзов, чья история тесно переплетена с историей нашей страны, на праздничной сцене страница истории древнего Булгара. Казалось бы, праздник федерального масштаба подходит к завершению, но даже из текста приветствия президента страны участникам собрания, ясная историческая дата будет иметь продолжение. Торжества, посвященные данному историческому событию, оказавшему большое влияние на развитие российской цивилизации, прошли на высоком государственном уровне. Множество мероприятий, проведенных по всей стране под эгидой юбилея, в значительной мере способствовали укреплению межрелигиозного и межнационального мира и согласия в обществе, сплочению мусульманской умы России, развитию плодотворных международных связей и упрочению авторитета нашей страны в исламском мире. Символично, что проведение итогового мероприятия проходит в столице нашей многонациональной родины, в городе Герои Москве, в знаменательный для всех нас День Героев Отечества, говорится в тексте приветствия. В День Героев Отечества хочу напомнить, что мусульмане России своими поступками доказали приверженность национальным интересам. И в условиях специальной военной операции, наряду со всем российским народом, показывают храбрость и преданность общему делу. Дорогие друзья, заканчиваю, хочу сказать, что на каждом из нас лежит колоссальная ответственность за сохранение традиционных ценностей, за нашу страну и ее будущее. И сегодня, объединив усилия, мы вместе сможем преодолеть любые вызовы, любые преграды. И тут же со сцены звучит один из самых громких анонсов. В мае столица Татарстана примет международный экономический казан-саммит уже в статусе мероприятия федерального значения. Мы провели оргкомитет будущего нашего казан-саммита. Как было сказано на уровне президента, этот саммит стал федеральным. Я хотел бы поблагодарить тоже всех, кто принимал участие в восчествовании, праздновании тысячестолетия в рамках работы России, исламский мир, казан-саммит. Ведь, по большому счету, это огромная работа в честь тысячестолетия принятия ислама в Волске и Булгарии. А начиналось празднование тысячестолетия принятия ислама с написания Корана. Под пристальным взглядом мусульманских лидеров страны каллиграф написал первую главную суру Корана. Ее фразу, с которой мусульмане во всем мире традиционно начинают любые дела. Арабская каллиграфия – это духовная инженерия, выраженная материальными инструментами. Ну, как бы золотая середина ищется между духовным, ну, как бы чисто гуманитарным и чисто техническим. И вот они в каллиграфии вместе соединяются. Хатат Артур Писаренко, дипломированный арабский каллиграф, один из трех во всей стране, за это время успел написать 88 страниц священной книги. При написании определенных букв даже дыхание немного изменяется. Потому что все тело сосредоточено на том, чтобы написать идеальную форму буквы. Здесь же элемент, который встречается только в старых татарских Коранах – цветок, разделяющий аяты. Всего на работу потребуется более двух лет. Впереди верификация Международной Богословской комиссии. Каждое слово оцифровывается. Детальная проработка должна стать основой для дальнейшей печати в высочайшем качестве. А в мае Всероссийский форум татарских религиозных деятелей собрал 1100 участников из 76 регионов и зарубежья. В столице Татарстана был заложен первый камень соборной мечети. Она будет рассчитана на 10 тысяч человек. Строительство и воссоздание мечетей исламских школ стало одной из задач юбилейного года по развитию мусульманской инфраструктуры по всей стране – от Москвы до Сибири. К основным торжествам в Древнем Болгарии отремонтировали подъездные дороги со всех сторон. Был вложен миллиард рублей. 20 тысяч человек собрались в этом году на общий праздник, чтобы прикоснуться в прямом смысле к месту принятия ислама. Здесь все делают вместе. Вместе поют песни и читают общую молитву. Одним из главных светских событий стала опера-легенда «Кара Пулат», возрожденная в исторических декорациях – черной палате древнего Болгара, оживившая камни и уже сама ставшая легендой. За что бы мы ни взялись, с татарстанцы мы можем. Болгар, он признан, всемирно признан. Значит, тысячу сто лет тому назад здесь был добровольно на российской земле принят ислам. Нам удалось доказать, доказать всему миру через ЮНЕСКО. Вот мы, по сути, первый год празднуем 1100-летие добровольного принятия ислама на булгарской земле. Всероссийский пленэр художников, выплеснувшиеся красками многочисленные выставки, новые музейные экспозиции, книги, научные исследования, публикации. Этот подъем в научной и творческой сфере еще долго будет говорить о значимости события. Политика и экономика. Пленарное заседание группы стратегического видения «Россия и исламский мир». Казанский глобальный молодежный саммит стали векторами, устремленными в будущее. Международный экономический форум «Казан-саммит» стал той площадкой, которая востребована как никогда с учетом новых экономических реалий и санкционного давления Запада. Видим большие перспективы сотрудничества с исламскими странами. В современном мире роль мусульманских стран заметно растет. За последние три годы товарооборот России с государствами организации исламского сотрудничества увеличился на четверть. Татарстан уже давно называют окном в исламский мир, а то и ключом к нему. Так что исторические последствия празднований, исторической даты мы еще увидим. Официальные плановые мероприятия, приуроченные к тысячестолетию принятия ислама, завершены. И за этот год Татарстан смог в очередной раз показать. Празднования юбилейных и памятных дат должны становиться ступенью для очередного подъема во всех сферах жизни. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней. Субтитры создавал DimaTorzok